Это пожарное депо рассчитано на две спецмашины. Основной каркас здания полностью готов. Идет внутренняя отделка. Работы планируют завершить в конце февраля. Раньше, если возникала чрезвычайная ситуация, в Джигинку приезжали расчеты из станицы Гастагаевской. А в случае пожара – каждая секунда на счету. Будет прикрывать в основном населенный пункт Джигинка и ближайший населенный пункт. В связи с тем, что здесь увеличилось железнодорожное движение, кратно увеличилось, и оно будет увеличиваться. Поэтому практически населенный пункт будет оторван от прибытия пожарно-спасательных подразделений. Вот само размещение этой пожарной части решит эти все проблемы. Следующий пункт рабочей поездки – личный прием граждан. Он прошел в городском театре. Никита Ванков – профессиональный парадайвер. Увлечение помогло ему справиться с недугом. Еще 11 лет назад он был практически полностью парализован. Теперь Никита помогает другим восстанавливаться после травм. Реабилитация проходит на базе Анапского дайвинг-клуба. Акваглобус арендует помещение у самого причала. Здесь удобный подход к морю, сделаны пандусы для инвалидов-колясочников. Клуб столкнулся с неожиданной проблемой. У этого участка земли появился хозяин. Собственник предоставил документ 1973 года. Спикер законодательного собрания пообещал, что юристы детально проверят бумаги. Однако, если будет установлено право собственности, дайверам придется искать другую площадку для занятий. Есть такое у нас в санатории, она занимается колясочниками, конкретно специализируется. И бассейн у него есть? Там все есть, там все оборудование. Там море, там... Нет, там бассейн. Нет, я понимаю, но нас интересует выход. В итоге тренировка бассейн, выход в море, это как бы уже итог всех тренировочных процедур, я так понимаю. Так же? Да. То есть нам нужно море. Там есть выход? Да, что море есть. Может быть, нам не идти, вот где привыкли, а где перспективно все-таки подумать. И те же самые деньги, но которые позволят еще и развить, если он круглогодичный. Плюс там уже люди, колясочники, как бы прибывают и там занимаются. Но вот они приехали, пожалуйста, и приобщить к этому дайвингу почему-то нет. Юрий Бурлачко пообещал, что поддержка будет оказана на всех уровнях власти города и региона. Вопросы в ходе приема были самые разные. С жалобой обратились жители дома в 12-м микрорайоне. В квартирах пахнет канализацией. Скорее всего, из-за нарушения строительных норм. Это независимая экспертиза. С Ленинграда человек приехал. И он здесь подтверждает, вот зафиксированы факты обрыва вентиляции канализации. Жильцы пока не обращались в суд. Застройщику дали время, чтобы устранить все нарушения. Мы переговорим, поможем суду нанять экспертизу вообще независимую по решению суда. Понимаете? Вот она вынесет решение. Я вам даю месяц так все устранить. Однако пришли на личный прием не только с проблемными вопросами. Тренер 6-й спортшколы Евгений Попов от имени всех спортсменов поблагодарил Ивана Демченко за организацию встречи с многократным чемпионом мира по тайскому боксу. В декабре в Анапе провел мастер-класс Артем Левин. Его бесплатно посетило более 100 юных спортсменов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.